Клод немой или его кто-то заставляет молчать? Долгое время множество людей считало Клода антагониста GTA 3 немым. Возможно так и есть. Во время десятилетия GTA 3 в 2011 году разработчики согласились сдать развернутое интервью по поводу стадии разработок игры, персонажей и так далее. И там был затронут вопрос, почему же Клод не выронил ни одной фразы за игру. Многие считали иначе, так как если Клода убить, утопить, он будет произносить определенный звук. Но эти звуки никак нельзя соотнести с речью. Разработчики ответили на этот вопрос вот так вот, цитирую. Мы решили, что главный герой будет молчаливым, отчасти для того, чтобы игроки могли лучше сопоставить его с собой. А также потому, что у нас было много других проблем и это не казалось нам чем-то необычным. Так получается, если сами разработчики GTA 3 подтвердили информацию, что Клод изначально задумывался неразговорчивым и легенда считается разрушенной. Ммм, нет. Есть еще несколько материалов, над которыми надо задумываться. Давайте возьмем геймплейное видео GTA 3 начало 2001 года и внимательно посмотрим его. В двух моментах мы отчетливо слышим голос антагониста видео. В двух моментах мы отчетливо слышим голос антагониста видео, но это никак не Клод. Сами же разработчики подтвердили, что голос, да и вообще все звуки в трейлере были взяты из их непрошлой игры GTA 2. Давайте же послушаем и сравним их. Геймплейное видео Геймплейное видео Геймплейное видео Проронит хотя бы хоть одну фразу, словечко, но почти все трейлеры за него кто-то говорил, а в частности Сальваторе Леоне. У микрофона был Вилкос, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok